Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова и получить общее представление о том, какой налог был поинтересованной стоимости и какой налог я должен буду заплатить в 2016 году. Можно воспользоваться налоговым калькулятором, который размещен на сайте налоговой службы, налог.ру, для того, чтобы посмотреть, насколько изменится налоговая нагрузка по конкретному объекту налогообложения в 2016 году. И еще одна новелла. В 2016 году срок уплаты налога на имущество физических лиц, так же, как и земельного налога, как и транспортного налога физических лиц, меняется. В этом году он был 1 октября, а в 2016 будет 1 декабря. Опять же, изменение порядка налогообложения земельных участков, это тоже важный вопрос. Да, они тоже коснутся жителей Рязанской области, соответственно, с 1 января 2016 года. Но я расскажу о двух таких значимых изменениях. На территории нашего региона вступили в силу новые туры, новые результаты государственной кадастровой оценки земель определенной категории. О каких результатах идет речь? Во-первых, 23 декабря 2013 года были утверждены, актуализированы результаты кадастровой оценки садоводческих, огороднических и дачных объединений в 2013 году в декабре. Но вступили они в силу с 1 января 2015 года. И для цели налогообложения садовых, дачных, огородных, земельных участков физических лиц они будут применяться в 2016 году. И также новый тур кадастровой оценки земель промышленности и нового специального назначения. Это уже несколько меньший кластер земельных участков. Результаты этой оценки были утверждены 1 октября 2014 года Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области. И также они вступили в силу с 1 января 2015 года. Таким образом, в 2016 году актуализируется налоговая база. Как правило, повышается кадастровая стоимость, которая будет использоваться для цели налогообложения земельных участков по садоводам, огородникам, дачникам и земельных участкам в составе земель промышленности и нового специального назначения. Коснутся ли изменения имущества предпринимателей? Да. Со следующего года также существенные изменения происходят в налогообложении объектов индивидуальных предпринимателей с назначением административно-деловые и торговые. Я в первую очередь обращаю внимание на предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы. У нас таковых в регионе абсолютное большинство. Вот раньше эти предприниматели, имея торговые объекты, которые использовались в предпринимательской деятельности, они были освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Со следующего года соответствующие объекты торговли, административно-делового назначения, индивидуальных предпринимателей на спецрежимах, они вовлекаются в налоговый оборот. Но здесь есть ряд существенных нюансов, на которые я обращаю внимание. Налог необходимо будет заплатить на основании налогового уведомления, которое будет направлено индивидуальному предпринимателю, налоговыми органами в 2017 году, за 2016 год. Это первое. Второе. Налог необходимо будет заплатить только по тем объектам, которые войдут в соответствующий перечень объектов капитального строительства, по которым налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости в Рязанской области. Всего в этом перечне в настоящее время 7236 объектов. Если соответствующий объект попал в перечень, находится на праве собственности у индивидуального предпринимателя, то в этой ситуации за этот объект индивидуальным предпринимателю придется заплатить налог на имущество физических лиц на основании налогового уведомления, которого он получит в 2017 году. Вот такие принципиальные изменения. И последнее дополнение. Как мы будем рассчитывать налоговую базу? Как мы будем определять кадастровую стоимость в отношении такого объекта? В 2015 году в Рязанской области проведен очередной тур государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. Результаты этого тура утверждены Министерством имущественных и земельных отношений 14 октября 2015 года. Кадастровая стоимость, новая кадастровая стоимость, в том числе объектов административно-делового и торгового назначения, будет применяться с 1 января 2016 года. Поговорим о патентной системе налогообложения для предпринимателей. Планируется ли расширение сферы? Да, не просто планируется, а во взаимодействии с правительством Рязанской области, Рязанской областной думы, в том числе и предложением налоговой службы, были существенно расширены перечни видов деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять патентную систему. Это очень удобный способ налогообложения, он освобождает одновременно от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц по доходам, от видов деятельности, в отношении которой приобретен патент на год. И, соответственно, налог на имущество физических лиц, за исключением объектов, по которым налог осчисляется от кадастровой стоимости, которые попали в тот перечень, о котором мы сейчас с вами говорили. Какие новые виды деятельности? Такие самые характерные, например, производство молочной продукции, производство хлебобулочных кондитерских изделий и так далее. Для того, чтобы посмотреть возможность применения патентной системы, скажем, для системы перевозок, для системы мелкорозничной купли-продажи и так далее, на нашем сайте также действует калькулятор. На сайте налог.ру – налоговый калькулятор для применения патентной системы. Там уже заложены новые виды деятельности. Поговорим об изменениях в порядке взыскания задолженностей по налогам. Сейчас какие-то изменения планируют? С 1 сентября текущего года вступил в силу новый порядок принудительного взыскания задолженностей по обязательным платежам, включая налоговые платежи с физических лиц. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. В чем смысл изменений? Если физическое лицо своевременно не заплатило имущественные налоги, то налоговые органы направляют такому физическому лицу требования об оплате налогов. В требовании, помимо суммы налога, необходимо будет еще и погасить пеню за каждый календарный день просрочки уплаты налогового платежа. Если это требование не исполнено, дальше вступает в силу процедура принудительного взыскания налога посредством обращения в судебные инстанции с административными исками. Вот только в декабре текущего года мы планируем завершить направление более 12 тысяч соответствующих административных исковых заявлений. Это декабрь, январь, февраль. Основные пики у нас приходятся на наибольшую крупную сумму задолженности. Так вот, одновременно с исковым заявлением мы будем заявлять ходатайство в районные суды о возмещении всех судебных расходов налоговых органов, включая расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции такому нерадимому налогоплательщику. То есть придется заплатить сумму налога, пене и все судебные расходы по делу, который несет налоговая служба для принудительного взыскания соответствующего налогового платежа. Это серьезные изменения в законодательстве, и, обращая внимание, в первую очередь они нацелены на минимизацию случаев принудительного взыскания налоговых платежей, чтобы физические лица четко были сориентированы. А налоги нужно платить в срок. Если ситуация доходит до того, что налоговые службы обращаются в судебном порядке, то фискальная нагрузка, по сути, на такого нерадимого налога не платильщика, она будет возрастать. На любые вопросы налогоплательщиков также готовы ответить и сотрудники Единого федерального контакт-центра ФНС России. Бесплатный номер телефона очень простой. 8 800 222 2222. ФНС России. Время платить налоги. Спасибо вам большое. Обязательно в конце года обязательно об этом стоит напоминать людям. Никогда не лишний, Алексей Васильевич. Лащенов сегодня был у нас в студии. Это была программа подробностей. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.